Одесская лестница Обрушивает на вас в прямом и переносном смысле Весь ампир барокко и модерн, накопленный за два века Путешествие по этим историческим этажам Можно назвать поиском утраченного времени И только иногда, когда из-за какой-нибудь двери Послышится звук фортепиано Начинаешь понимать, что все увязано Ампир барокко и модерн оказали свое благотворное влияние Субтитры создавал DimaTorzok 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 Юра, вот вы предложили назвать Вот нашу эту программу «Рояль и город» И вы сами выбрали музыкальное произведение Это ваше слышание этого города? Или вы предполагаете, что есть какие-то души в этом городе, которые могут отозваться на такое слышание? Мне кажется, что наш город в первую очередь именно так звучит Потому что если мы говорим об Одессе, то самое ценное, что мы можем представить в нашем городе, оно как раз и рассказывает этой музыкой на этих улицах Потому что европейская культура проникла в Россию прежде всего в концентрированном виде именно через Одессу В самом невероятном виде может быть, конечно же, Северная Пальмира, Петербург Но в Одессе, вы сами сказали, был смех В Одессе была какая-то карнавальность, то чувственное начало, может быть, юг сказывается Может быть, потому что близость Италии и Греции Мы уже говорили о древнегреческой культуре Но дело в том, что все крупнейшие музыканты, все крупнейшие композиторы всегда в России появлялись через Одессу Это был своего рода форпост культуры И вот когда идешь по этим улицам, ты не можешь не слышать, что здесь звучала такая музыка И когда мы говорим о современной Одессе, я больше всего боюсь, что, может быть, душа захлопнута, эта музыка может не звучать Поэтому если отсечь, вы можете себе представить, чтобы вот картинка, зрительный ряд какой-то была бы отсечена, предположим, в сопровождении ее музыки Или даже слышать просто внешний мир, это было бы страшно, мы стали бы глухими, глухими к себе прежде всего А когда звучит картинка, и более того, звучит музыка Шопена, музыка Скрябина и Рахманинова Это есть то единство, то соответствие, то единство искусства, которое неразделимо Поскольку ни архитектура, ни живопись, ни танец, ни поэзия не отделимы от музыки, это ее стержень Это движение к душе Более того, я закончу словами Аристотеля, потому что Аристотель говорил, что ни одно из искусств, он подчеркиваю это, не имеет такого этического начала и прохождения к душе Только музыка в состоянии дать это почувствовать Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok 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 Человеку, подарившему городу не одно прекрасное здание, в том числе и этот, бывший дворец графа Потоцкого. Одесские музеи. Место уединения. Это шкатулка с драгоценностями, которые оставлены одесситам, тем же Морозли, Русовым, Толстым, Брайкиевичем, Юнопула. Возможно, они даже не подозревали, что их сокровища не будут пользоваться повышенным спросом потомков. Да, наши музеи – это место уединения. КОНЕЦ 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 Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! Добро пожаловать в Казахстан! Добро пожаловать в Казахстан! Добро пожаловать в Казахстан! Друзей и врагов! О шествии тени не видно конца От вазы гранитной до двери дворца Там шепчутся белые ночи мои О чьей-то высокой и тайной любви И все перламутром и яшной горит Но света источник таинственно скрыт Второе стихотворение будет чуть погодя Добро пожаловать в Казахстан! 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 Казахстан Добро пожаловать в Казахстан! 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 И в конце прогулки Добро пожаловать в Казахстан! Все цветы заговорили... Добро пожаловать в Казахстан! Добро пожаловать в Казахстан! Добро пожаловать в Казахстан! Добро пожаловать в Казахстан!